КОМСОМОЛЬСКОЕ ВРЕМЯ Дом. Осужденных в Хабаровском крае привлекут к строительству и ремонту дорог. Песочная сказка. Дети и взрослые узнали, что рисовать можно не только красками, но и песком. Комплексный экзамен Всероссийского конкурса «Кибердром-2023» прошел на базе Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета. Участники показали свои знания теории, сдали тест и выполнили практическое задание. За процессом наблюдала Анна Тютюник. Конкурсанты демонстрируют навыки управления дроном. Обучение позади, и теперь каждый применяет знания на практике. Задание – пройти полосу препятствий. На это дается две попытки. Одна тренировочная, вторая в зачет. Необходимо не просто провести дрон по маршруту, не задев арки, но и удержать беспилотник на определенной высоте. Визуальное управление сложно дается, потому что, ну, тебе нужно понимать, какое расстояние до дрона, как он себя ведет. Ну, такие маленькие нюансы, к которым нужно привыкать. Со стороны кажется, да что тут сложного, раз-два, и все летает. Ну, на самом деле, очень много подводных камней. Формат обучения и конкурсных испытаний объединяет школьников, студентов и молодых специалистов, ведущих предприятий региона. Сборная команда сплачивает молодых людей в возрасте от 14 до 27 лет. Николай, участник прошлого года, считает конкурс хорошей возможностью испытать свои силы. Молодой человек отметил, что как первооткрывателям в прошлом году им пришлось столкнуться со сложностями. Были проблемы, связанные с отсутствием опыта в данном мероприятии, но все получилось преодолеть. Я думаю, в будущем это даст развитие в этом направлении для Хабаровского края. Всероссийский конкурс «Кадры для цифровой промышленности», создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований «Кибердром» является приоритетным направлением развития региона. Основная задача – стимулировать интерес молодежи к инженерным профессиям и авиастроению. Конкурс очень масштабный. Это и теоретический блок, и практический блок. Это и проектно-исследовательские работы, которые могут получить в дальнейшем поддержку агентства стратегических инициатив. Это и научно-практические конференции в рамках конкурса, и другие, даже конкурс видеороликов о своем предприятии. В этот день также прошло вручение свидетельств участникам прошлого года. А четыре команды из Хабаровского края ждет следующий этап конкурса. Он пройдет с 20 по 25 марта в дистанционном формате. Далее конкурсантов ожидают непростые задания полуфинала. Финал, в котором будут бороться 15 команд, состоится в октябре в Геленджике. Анна Тютюник, Елизавета Глинкина, для выпуска новостей. Представители администрации Комсомольска-на-Амуре приступили к осмотру состояния ранее благоустроенных общественных пространств. Первым объектом стал так называемый сквер медиков. С подробностями наши корреспонденты. Территорию перекрестка улиц Вокзальной и Пирогова радикально преобразилась еще в 2021 году. Здесь установили лавочки, мусорные контейнеры, уложили тротуарную плитку. Территорию оснастили системой видеонаблюдения и освещением. Но главной локацией данного пространства являются арт-объекты. Они посвящены медикам, которые боролись с коронавирусной инфекцией. Здесь нравится, здесь чистенько, сейчас красиво, хорошо, ухожено. То есть лучше стало, чем вы? Конечно, намного лучше. Это общественное пространство еще находится на гарантийном обслуживании. Его срок составляет три года. При обнаружении дефектов подрядная организация их устраняет. С повышением температуры воздуха в некоторых местах освежат тротуарную плитку и зачистят надписи на арт-объектах. Сейчас потеплее будет, мы это все зачистим. Такую инвентаризацию мы проводим с периодичностью. На каждое общественное пространство подготовлен, сделан паспорт свой, где отражены все объекты, суммы. Напомним, что Комсомольск-Намури с 2017 года участвует в программе формирования современной городской среды. За это время в городе было благоустроено 33 общественных пространства. В текущем году этот список пополнит еще шесть территорий. Все подрядные организации уже определены. Виктория Назарова, Валерий Тогушев. Для выпуска новостей. Осужденных Хабаровского края в этом году привлекут к дорожному строительству. Одним из предприятий, подключившихся к этому процессу, станет компания «Дорсервис» из Комсомольска. О том, как люди, отбывающие наказание, уже сейчас трудятся на этом предприятии, расскажем в нашем сюжете. На этом дробильно-сортировочном комплексе производится измельчение скального грунта и производство чебня. Затем, чтобы не засыпало транспортировочную ленту, следит Михаил Войтко. Он работает здесь около трех месяцев. В 2021 году Михаил был осужден и попал в исправительную колонию. Появилась возможность выйти на работу. После освобождения тоже поступило предложение от начальника остаться здесь. Думаю об этом. Так-то остался бы. На асфальтобетонном заводе трудится более 20 человек. В связи с нехваткой специалистов предприятие заключило договор с исправительной колонией. В ноябре к труду привлекли новых работников. Ими стали пятеро осужденных. Рабочий день выглядит следующим образом. Осужденных забирают из колонии, привозят на участок, дают на ряд задания. Обеспечивают спецодежды и питание. По окончании рабочего дня отвозят обратно в колонию. Если к работнику будут замечания, его заменят на другого. Нареканий к работникам нет. Все работают слаженно. В коллективе нашли общий язык с коллективом, который непосредственно работает здесь долгое время. Кому претензий нет. За пределами колонии на производстве задействовано около 30 человек. Каждый гражданин отбирается по профессиональным навыкам. Внутри исправительного учреждения также есть обширные возможности для трудовой деятельности. Отличаемся от других возможных учреждений гражданских тем, что у нас ресурс трудовой довольно-таки огромный. И в случае выполнения необходимой задачи по изготовлению какой-то продукции в кратчайший период времени, она будет решена. Осужденные, занятые на производстве, своевременно получают зарплату. Участие в трудовом процессе играет роль и при рассмотрении вопроса о досрочном освобождении. Труд не только облагораживает, иногда он позволяет начать жизнь целиком, с чистого листа. Максим Мейерсон, Елизавета Глинкина, для выпуска новостей. Компания «Амурметалл-Литье» Комсомольска на Амуре на 11% нарастила объем своего производства. Сделать это удалось благодаря участию в национальном проекте «Производительность труда». Вступление в проект позволило по-новому организовать работу и сократить время протекания процессов. В следующие два с половиной года предприятию предстоит тиражировать полученный опыт. Это поможет компании ежегодно повышать производительность труда не менее чем на 5%. Национальный проект «Производительность труда» рассчитан до 2024 года. 27 предприятий края уже стали его участниками. Еще столько же смогут принять участие до конца действия программы. Новый формат творческих занятий появился в студии рисования песком «Синяя птица». Теперь в выходные дни дети и родители могут услышать добрые сказки и увидеть одновременное создание сказочных героев из песка. Зимняя буря с шумом проносилась почаще, сметала с веток снег, обламывала вершины деревьев, варила на земь крепкие стволы. И только сосны великаны всегда стояли твердо и прямо. Легкие движения пальцев Виктории Волковой и песочный стол превращается в поле для творчества. На этот раз здесь выросли деревья, а дети отправились в путешествие по лесу. Зимняя сказка Сакария Сатапелиуса ожила и заворожила. Почему мы ее выбрали? Потому что нам очень нравится этот автор. Она добрая, очень много образов в ней. Ее легко было нарисовать быстро. И она такая теплая. А солнце, наверное, чего нам не хватает? Тепла, любви. Голосом сказки из песка стала Татьяна Шопина. Известная в городе читательница книг для детей и один из руководителей общественной организации «Книжки на дом». Ее тоже не перестает удивлять творческий процесс. Каждый раз читается по-новому. То есть, ну, вроде известные же слова, некоторые я выучила наизусть, но каждый раз акцент на чем-то другом. В каком мы состоянии, в какой мы сейчас роли, да, может быть, какое у нас сейчас окружение, все влияет. И поэтому чтение каждый раз по-новому, то есть оно не повторяется. По словам педагогов, каждый раз не только сказки звучат по-разному, но и рисунки получаются по-новому. Все зависит от внутреннего состояния, как взрослых, так и детей. Настоящее, необъяснимое волшебство. Едва только заяц почувствовал свободу, как со всех ног поскакал бы к лесу. А куропатка полетела прочь так быстро, как могли нести ее крылья. Зрители в этот день тоже почувствовали себя художниками. Для них был проведен мастер-класс рисования песком. Из-под детских пальцев появлялись образы из прослушанной книги, а также собственной фантазии. В ближайших планах у студии «Синяя птица» создание сказки Ганса Христиана Андерсона «Дюймовочка». Ульяна Боровинская, Олег Фролов. Для выпуска новостей. С 23 по 25 февраля в Центре сложно-координационных видов спорта состоится чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по прыжкам на батуте. В состязаниях примут участие спортсмены из Хабаровского и Приморского края, а также Магаданской и Сахалинской областей. Об этом спортивном событии мы поговорим с главным тренером сборной Хабаровского края по прыжкам на батуте Александром Коноштаровым. Александр Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте. Недавно в Комсомольске прошло первенство края по прыжкам на батуте. Расскажите, как прошли соревнования. С 1 по 4 февраля мы провели в тестовом режиме первый раз на нашем красивом центре на проспект Победе-6, первенство Хабаровского края, личное. В трех дисциплинах дети соревновались в индивидуальных прыжках на батуте, двойном мини-трампе, акробатической дорожке. Под группы у нас она была престижная категория. Всем мы задействовали, начиная с 9-10, 11-12, 13-14, 15-16 лет. То есть вся молодежь, мы ее все прокрутили, приехали гости из города Хабаровска, с поселка Солнечным, и здесь мы в городе развивали на двух базах, на третьей и тридцать первой школе. Сейчас вот происходит слияние, но в центральном округе мы базу оставляем за собой, поэтому развитие в центральном округе у нас будет продолжаться. А как вообще давно на территории Дальнего Востока развивается данный вид спорта? У нас небольшой юбилей в этом году. Нам 25 лет, как прыжки на батуте, появились на Дальнем Востоке и в Хабаровском крае. В общем-то, проделана огромная работа тренерским составом по привлечению детей и по результатам. У нас за этот период подготовлено 38 мастеров спорта, 23 медали чемпионатов первенства мира и Европы, из которых 5 золотых. В общем-то, 13 членов сборной команды страны за этот период мы приготовили. И на данный момент действующих 5 членов сборной – это Кузнецова Алина, Эпифанова Анна, Бусарев Лев, Голубенко Тимофей и Андрейка Михаил. И за весь этот период у нас постоянно по 7-8 членов сборной страны всегда было каждый год. И вот в этом году 5 на 2023 год. Что касается грядущего первенства ДФО, сколько уже заявлено участников? Участников около 200. Традиционно мы собираем здесь наш Дальний Восток, мальчиков, девочек, плюс старших 17 плюс возраста, престижные, там, где происходит выполнение мастеров спорта. И, в общем-то, также мы и юношеское первенство проведем, и взрослый чемпионат проведем. В общем-то, ну... Планы большие. Планы большие, да. Надеемся, что, как всегда, кто-то выполнит тормотив мастера спорта. Кто будет представлять Комсомольск на море? Ну, Комсомольск – наши лидеры, члены сборной страны, соответственно, которых я перечислил, они будут представлять. И у нас большая команда заявлена, сейчас скажу точность, 78 человек с Хабаровского края будет представлять наш регион. Ого! Как проходит подготовка, проходила подготовка наших спортсменов к первенству? Ну, во-первых, с вводом эксплуатации нашего регионального центра условия, конечно, шикарные. Прямо слово, не постесняюсь такого сказать. Тепло, светло, уютно. Наверное, простыми словами говорить, то очень комфортный зал, очень. Прямо любой чемпионат России, да я бы даже больше сказал, позавидовал бы условиям, в которых мы сейчас детей будем воспитывать и проводить соревнования. Еще раз хочу сказать, что мы в Тестово провели, сейчас федеральные. Могу сказать, что Федерация прыжков на батуте России на миллион прислала оборудование, мы его уже получили, компьютеры, видеокамеры, то есть все. То есть помимо того, что за нами здесь формирование оборудования, очень плотно все отводится руководством, то и Федерация в этом плане тоже нам дает все те возможности, чтобы мы на достойном уровне проводили. То есть когда раньше папки переворачивали, естественно, кто помнит, там оценки показывались, сейчас все компьютеризировано. То есть мы будем проводить соревнования, в любой точке мира камера покажет, как выступает ребенок в Комсомольске на Амуре. Программа «Спорт Эдж» это вот такая очень сильная. В общем, условия созданы, а нужно только участвовать. А, кстати, вот по поводу участия, каждый ли, ну, желающий, как можно, допустим, привезти ребенка? Ну, у нас работает 7 преподавателей, можно записаться по телефону, можно прийти записаться, ребенка протестируют, у нас есть определенные тесты, посмотрим, порекомендуем. Если ребенок не подходит, порекомендуем что-то другое, если подходит, в течение месяца мы уже что-то можем говорить. То есть, пожалуйста, приходите, наша дверь открыта. Ваша ученица Алина Кузнецова еще выступает в качестве судьи. Как ей дается новая профессия? Может быть, она делилась? Ну, Алина еще, как это говорят, играющий тренер. Она еще выступает, мы собираемся на Кубок России в конце марта, у нас сбор будет в Сочи, чемпионат России. То есть, она действующая спортсменка, она позапрошлом году выполнила норматив мастера спорта международного класса. Никак Министерство спорта не присвоит, все ошибки какие-то находит, но я думаю, это дело времени присвоит. Поэтому мы попробовали в качестве судьи, взяли ее на поставки тренером-преподавателем. Ну, надеемся, что в перспективе у нее была мечта с детства работать тренером. Ну, наверное, потихонечку осуществляется. Хорошая смена растет. Ну да, мечты должны осуществляться, главное способствовать этому. Но поделитесь, пожалуйста, ближайшими планами. Ну, ближайшие планы. У нас ситуация в стране и в мире по отношению ко всем видам спорта непростая. И если до сих пор мы на всех отборах, чемпионатах, первенствах России, мы отбирались на мир и Европу. Ну, вот в прошлом году мы и на Италию, и на Европу отобрались, и на мир, на Болгарию, в Софии. Но никуда, естественно, не поехали. Вот затрагивает такой острый и непростой вопрос. И как происходит во всех видах отборы. И мы продолжаем отбираться. Сейчас сезон начинается, в конце марта мы уезжаем на командное первенство России. Мы продолжаем отбираться. Но отбираемся в сборную. Значит, вот сейчас вроде становится немножко теплее. Вдруг на Олимпиаду разрешат поехать, допустим. Но самое главное, откроют международные старты. Мы надеемся, что вдруг это случится. И отбираться мы все равно будем продолжать. У нас есть пять сборников. И если все как бы хорошо, значит, ну, дай бог, что мы поехали на тот же мир, на ту же Европу. Ну да, желаю, чтобы все планы осуществились. Спасибо вам за то, что пришли к нам сегодня и поделились полезной и важной информацией. И вообще за тот труд, который вы делаете. А я напоминаю, что в нашей студии был Александр Коноштаров, с которым мы поговорили о грядущих соревнованиях по прыжкам на батуте. А это были все новости из Комсомольска на Амуре на сегодня. Напоминаю, с вами в студии была Наталья Суркова. Я с вами прощаюсь. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok